так всем привет вот у нас очередная модернизация нашего универсального замечательного фонаря прожектора на кухню который находится под кухонным стеллажом я показал предыдущие видео что это универсальный прожектор который работает днем в режиме зарядки от солнечной батареи которая находится на улице ночью вот тут 8 аккумуляторов стоит повербанки и вот этот повербанк у нас прекрасный отсюда собой usb заряжает смартфоны и планшеты также его можно зарядить если нету солнечной энергии зима или темно и вот с мини usb из тайп си но я показал что я сделал модернизацию смотрите вот в этом режиме три фонаря потребляют 870 миллиампер часов 870 миллиампер потом в них здесь есть датчик движения и когда меня на кухне нет эти лампы горят на 50 процентов слабее то есть примерно 400 там потребляют 450 когда меня нет если я прихожу на кухню они меня видят и сами включаются но я вчера показывал доработку я вот поставил обратите внимание вот тут видно что работает четыре светодиода сейчас я сделаю чтоб вы видели вот до 4 если я нажимаю кнопку работает 8 вот 4 и 8 здесь тоже самое видите 4 и 8 тоже самое 4 и 8 но с такой экономией удалось добиться экономии когда промерил ток вот сейчас он потребляет 870 а если я сделаю не по 32 светодиода вот здесь 32 здесь 32 мне 64 здесь 64 10 64 здесь если я включаю эту кнопку и уменьшаю количество светодиодов до 4 логически можно было подумать что ток уменьшится в два раза все так подумали и все ошиблись дело в том что в этом фонаре применяется питание светодиодов не постоянным током и постоянным напряжением а здесь стоит широтно-импульсный модулятор который шим питает их то есть он делает прямоугольники частотой по моему 5000 по моему частота у него секунду и вот он делает вот такие вот вот вы сейчас кстати видите на экране моргает экран вот это широтно-импульсный модулятор работает то есть он сбивает видеокамеру он как бы дает помеху сбивает видеокамеру телефона да и потребляла если уменьшить доз вместо 8 полосок поставить по 4 то потребляла не 800 миллиампер а на 70 миллиампер меньше всего 760 вот 760 да и никто из телезрителей кто смотрел это видео не подсказал что зачем на этой кнопке делать уменьшение в два раза яркости светодиодов если всего лишь выигрыш потоку составлял у нас всего лишь 20 процентов видите вот смотрите 20 процентов яркости и потоку было 70 миллиампер поэтому мы сделали второй вариант смотрите сейчас покажу вот у нас второй вариант такого же фонаря висит в другом углу кухни у него также вот есть повербанк на 88 по две с половиной по три тысячи миллиампер часов стоит и здесь те же кнопки вот они но здесь я сделал перепаял по-другому что вместо того чтобы разрывать вот здесь вместо 4 по 8 полосок светодиодов оставлять не 8 на 8 64 а 48 32 я сделал эту кнопку просто на включение выключения фонаря вот смотрите видите видите то есть теперь если горит три фонаря потребляет 800 миллиампер а если горит минус два фонаря вот потребляет делить внутри вот и эти кнопки использовал для включения выключения самих фонарей если у вас какой-то праздник там в семье или вам надо яркость большой иметь вы включаете все три фонаря и они у так шикарно горят если вы допустим они также не не забирается режим когда вы уходите он в половину меньше горит теперь если вы уходите с кухни или допустим вам такой яркий свет не может не нужен вы можете два включить или один вообще оставить он очень ярко горит посмотрите он 100 ваттовый то здесь 64 матрица 32 на 32 для 64 светодиода вот он получается ток будет потребляться в три раза меньше соответственно если так 3 фонарей когда они вот так горели хватало где-то на я засекал где-то на 12 часов непрерывного свечения вот таком режиме 8 часов и 12 если он выключался когда я ухожу на 50 процентов то теперь когда мы оставили вот такой вариант мы можем допустим оставить одну лампу пусть светится то такого хватит и на три дня теперь теперь будет трое суток внутри ночи можно будет гореть на на тех же на той же емкости но за три ночи правда еще солнце взойдет и солнце зарядит аккумуляторы ну а чем черт не шутят вдруг не взойдет солнце вдруг завтра будет ядерная война и небо закроется пылью и солнца больше мы не увидим так тогда станет на в три раза больше ну да где-то в три раза больше теперь когда я уйду этот фонарь тоже уменьшит свое свечение наполовину вот такая вот хорошая доработка то есть никто мне в интернете сколько смотрела 12 тысяч человек посмотрела это видео никто мне не подсказал что зачем ты на эти фонари цепляешь половину уменьшения яркости когда это половина уменьшения яркости уменьшает на самом деле всего лишь на 20 процентов и вместо 800 800 миллиампер или 720 730 потребляет какой выигрыш а такой режим стал более удобный можно оставить вот один фонарь он будет гореть удобно и хорошо его он очень ярко светит вот если посмотрите вот так вот светит вот а вот сравните когда 3 светит вот 3 светит то есть как бы они там тоже не нужны сейчас будем здесь переделывать тоже такой вариант чтобы можно было и один и два и три включить такой вариант намного лучше как вы видите ну вот и удобные кнопочка легко щелкается раз раз всего надо он наполовину меньше станет ярче гореть сам вот находитесь в этом углу кухни оставляете эти два панеля в этом углу эти выключаете находитесь вот здесь вот бутылка джеймсон хорошо подсвечивается в общем вот такая вот у нас доработка это уже полная модификация оставляем средний фонарь все и пусть он всю ночь горит как дежурный режим всем спасибо подписывайтесь кто не подписался лайк один только ставьте когда видео смотрите остальные не нужны комментарии давайте любые я везде комментарии разрешил любые то есть у нас демократия пишите что хотите